Я не претендую на звание сенсея, мастера по преподаванию саксофона, но я учился сам, и я учился вот по этой своей собственной методике. Те, кто учится, кто занимается у педагога, у преподавателя, занимается, не знаю, там, мое видео рассматривайте исключительно в качестве ознакомительного. Потому что я могу во многом ошибаться. Но и, будем говорить так, что мне дала эта методика, можно посмотреть здесь у меня на канале. То есть, что умею я. А учился я, вот, рассказал, как есть. Учился я вот именно так. Нет, проблемы нет. Проблемы нет. Просто новый знакомый появился у меня в одной из соцсетей и сказал, говорит, хочу научиться на саксофоне играть. Владимир его зовут. Тут, в принципе, вот как раз для него, наверное, это видео и будет записано. Он говорит, купил саксофон, все, есть инструмент, но, говорит, не знаю, с чего начать. У меня спрашивали, да, можно ли научиться играть, вот, там, без образования, в зрелом возрасте. Можно. Не нужно иметь абсолютный слух, чтобы играть на саксофоне. Достаточно обыкновенного, в принципе, ну, вменяемого слуха. У 99% людей слух в том или ином виде присутствует. Редкие исключения, когда тебе действительно медведь на ухо наступил. И коль ты уже пришел играть на саксофоне, ты к этому как-то пришел, то худо-бедно до этого ты, наверное, бренчал на гитаре, ты, наверное, кому-то подпевал песню там за столом, понимаешь? Значит, какой-то слух у тебя уже есть. Понятное дело, ты не собираешься собирать концертные залы, ты собираешься играть на саксофоне для себя, для друзей, для самоутверждения. Не знаю, какая у тебя мотивация, не имеет значения. Но коль ты собрался быть музыкантом, значит, какие-то предпосылки к этому у тебя в жизни были. И неважно, сколько тебе лет. Мне повезло, я молодой был. Я служил в армии и нашел списанный инструмент. Кстати, я на нем до сих пор играю. Я его латаю потихонечку, я его потихонечку ремонтирую. Вот, он рассыпается, он уже устал от жизни, но тем не менее, он играет. Я учился на нем играть сам. На то время не было интернета, но тем не менее, да, я в библиотеке нашел там самоучителей, то все это прочитал, но помогло мне это ровным счетом, ну так себе. Самоучители как? Открываешь страничку текста, а потом... Там сухой, там сухой текст, понимаешь? На тот момент самоучители были какие? Открываешь там сухой текст, рассчитанный на то, что тебя ведет педагог. А самоучитель ты открываешь вот уже просто для того, чтобы какую-то информацию оттуда почерпнуть, дополнительную, которую ты там не запомнил, то есть она есть. Но тебя все равно ведет педагог. Если ты хочешь учиться сам, учиться сам, то самоучитель на этом этапе будет тебе полезен, но он тебя не научит. Не спасет. Точнее, да, он тебя не спасет. Но это всего лишь потому, что ты не знаешь, с чего начать, если ты учишься сам, если тебя педагог какой-то не ведет за руку. А с чего нужно начать? С чего нужно начать? С чего? Ну, нужно иметь несколько вещей обязательно. Нужно иметь здоровые амбиции. Амбиции, ну, подразумевается, какую-то цель, что я хочу играть на саксофоне. Неважно, я не собираюсь собирать концертные залы, какие-то консерваторские площадки и все так. Не собираюсь. Я не собираюсь собирать, я хочу играть для себя. Я хочу просто добиться какого-то результата вот в этой сфере. Ну, и тогда действительно вот эта вот амбиция у тебя должна быть. Желание, соответственно, амбиция. Должен быть, ну, слух, про слух я уже говорил, что какой-то музыкальный слух у тебя в любом случае, коль ты решил заняться музыкой, наверняка есть. Должен быть инструмент. И что этот инструмент проверен, готов к работе. То есть он технически исправен. Это самому проверить, не знаю, нереально. Ну, то есть кто-то, знающий человек, какой-то музыкант или какой-то педагог, или какой-то специалист, проверил его, пощупал, потрогал, погудел в него и признал пригодным для работы. Говорят, там начинать надо с альтушки. У меня не было альтушка, у меня был тенор. Я с него и начинал. Поэтому абсолютно не имеет значения, какой инструмент тебе попал. Большой, маленький, сложный, лёгкий. Они все индивидуальные. И задача музыканта не играть на инструменте. То есть вот есть инструмент, вот есть ты музыкант. Ты пришёл, и ты играешь. Тебе дали инструмент, ты на нём играешь, ты как бы музыкант. Нет. У музыканта с инструментом, тем более у такого, как я, самодеятельного, самоучки, должна быть установлена связь. Не важно, какой инструмент у тебя в руках. Ты должен уметь извлекать те звуки или ту музыку, если хочешь, которую ты хочешь. И неважно, из какого инструмента ты её извлекаешь. Это может быть саксофон, понимаешь, это может быть баян, это может быть пианино, это может казан этот быть перевёрнутый, понимаешь, по нему барабанишь. Вот, звуки получаются, всё, людям нравится, тебе нравится. Почему бы нет? Ты уже тоже музыкант. Музыкант – это не тот, кто знает ноты. Музыкант – это не тот, кто получил образование. Музыкант – это не тот, кто знает, какие кнопки нажимать на саксофоне или на пианино. Музыкант – это тот, кто делает музыку. Тот, кто создаёт звук, приятный для окружающих, который слушает, который интересно слушает, в котором есть гармония определённая, в котором есть идея какая-то, в котором есть какая-то совокупность всех вот этих вот факторов, в котором доставляет эстетическое, забытое слово, кстати, эстетическое, наслаждение. Вот. Поэтому можешь начинать в любом возрасте, можешь начинать в любом, желательно трезвом, конечно, состоянии. Вот. Можно начинать. Итак, слух у тебя есть? Есть. Мы выяснили это, да? Желание у тебя есть. Амбиции пока можешь в сторону отложить, потому что скоро не получится. Нужен инструмент. Причём, что характерно, инструмент даже целиком на начальном этапе тебе не нужен. Чем отличается... Да, давай. Чем отличается духовой инструмент от какого-то другого, в частности, от баяна, аккордеона, от рояля, от фортепиано. Тем, что если в этих инструментах звук уже зашит, ты давишь кнопку, тянешь мех, на баяне и на аккордеоне у тебя уже есть звук. На пианино ты подошёл к роялю, там клавиши понажимал, там уже есть звук. То в саксофоне тебе звук нужно сформировать. Добыть. Добыть, сформировать вот этот самый звук тебе нужно. Поэтому не спеши хватать инструменты, искать там, какие кнопки я должен нажать, чтобы оно заиграло красиво, джаз, там или блюз. Тебе для начала нужно научиться и извлекать вот этот самый звук. Поэтому от инструмента тебе достаточно вот этой верхней части. Эска. Так, кажется, правильно называют. Эска, да. Гусачок ещё как-то я слышал такой вариант. Муштук и трость. Лигатура, хомутик, как я называю. Вот с этого надо начинать. Причём начинать надо не сразу так, что я должен сделать, как я должен рот открыть широко, как глубоко это засунуть, всё это, куда я должен дуть носом, как сильно, как слабо. Нет, чувак, ты сначала должен изучить или понять для себя на том уровне школьной физики, насколько ты в этом деле разбираешься, как этот звук получается. Это первый момент, то есть понять. А второе – почувствовать его на ощупь. Ты держишь эту штуку не в руках, а держишь её в зубах, во рту, поэтому вот этой частью на ощупь ты должен ощутить, когда появляется звук. Как сильно ты туда дунул, как сильно ты прижал её челюстями, раздул ты щёки или напряг ты щёки, какую рожу ты скорчил, когда у тебя появляется этот звук. Вот на этих ощущениях и нужно сосредоточиться. Если ты прицепишь дудку сразу к себе, вот сюда, ты будешь тут её щупать, трогать, так сильные ощущения в руках будут тебя отвлекать от того, что происходит здесь. А главное, пока что, на текущем этапе, вот когда ты впервые взял саксофон, оно происходит всё-таки для начала здесь. Поэтому дудку отложи, взял вот эту вот штуковину, я сочувствую окружению твоему в этот момент, потому что вещь довольно любопытная. Ну, ты вообще понимаешь, да? Принцип утиного... Да, принцип утиного манка. Принцип утиного манка. То есть ты туда дуешь, прижимаешь челюстным аппаратом немножечко её трость непосредственно к муштуку, и в какой-то момент она начинает под потоком воздуха резонировать, дребезжать, крякать. Ну, как у тина манок, в принципе, если видел так вот, у него тот же самый принцип. Ограниченный поток воздуха определённый, определённое расстояние, вот эти вот зазоры между дребезжащим лепестком и основным моментом, она вибрирует, ну, и, собственно, создаётся звук. Но фишка в чём? Подожди, фишка, ты давай покажи. Давай покажи. Ладно. Что требуется извлечь из этой штуки? То есть, вот, он, в общем-то, и работает как у тина манок. Ну, есть как бы детали, есть нюансы, которые для начала, наверное, будут важны. Не знаю, сейчас про это те рассказыватели, или потом, ладно, потом, попозже вернёмся. Вот это нужно извлечь из этого. Оно может у тебя сразу получиться, если ты угадал. А может не получаться. Но если у тебя сразу получилось, если у тебя сразу получилось, это не значит, что ты уже можешь играть. Нота из него выходит всё время одна. Нота из него выходит одна, в принципе, можно варьировать. Суть какова? Чем длиннее труба после источника звука, тем ниже звук. Это просто. Смотри, я сейчас вот руку сюда просто положу, вон, и чуть удлиню трубу. То есть, я чуть-чуть удлиняю трубу, и звук меняется. Звучок, да, неприятный, но тут ничего не поделаешь. Хорошо, если никто не мешает, и можно гудеть. Получается он не сразу. Многое зависит от того, какая стоит трость. Зависит от того, какой у тебя стоит мудштук. Здесь есть нюансы, очень важные. Вот зазор между мудштуком и тростью, называется зев или пасть. Как-то я и то, и то другое слышал, кто зев называет, кто пасть. И чем больше этот зазор, тем сложнее извлечь этот звук. Чем меньше этот зазор, тем легче извлекается звук. Но в этом случае обратная сторона медали есть. Чем меньше этот зазор, тем меньше у тебя нюансов. Ты чуть сильнее поток воздуха дал, и она у тебя прилипла. Заткнулась просто. Поэтому вот этот вот зазорчик, то есть, вот этот вот нюансик, он у каждого индивидуален. Кто-то привык играть на жесткой трости. У него мощная челюсть, у него тут все такое, он хорошо и жмет, да, у него такой объем легких, вот, и он играет на жесткой трости. Чем жестче, ну, жесткость трости влияет, в общем-то, и на звук. Форма мудштука, объем там внутренней камеры, то есть, какое там расстояние, это все влияет на звук. Но, тем не менее, для начинающего, трость и мудштук на вот этом стартовом этапе представляют именно ознакомительный формат. Когда он освоит, когда, ну, когда освоишь основные приемы, ты поймешь, какая тебе нужна трость. Пожестче, помягче, какой звук из нее извлекается, какой звук вместе с инструментом звучит. Ты потом сможешь подобрать себе и мудштук, и трость. Вот. Но на текущем этапе значения не имеет. Пойми принцип формирования звука, поэкспериментируй с ним. Придется испортить несколько тростей, это факт. Придется испортить несколько тростей. Мудштук, наверное, не стоит сразу портить, хотя мой мудштук, вот этот, в частности, если кто из специалистов посмотрит, это ленинградский мудштук. Ленинградский мудштук тех советских времен. Они продавались на вес в коробках. Ты приходил в магазин и говорил, дайте мне самый дешевый мудштук. Ну, я вот так. 50 килограмм? Да, мне говорили, килограмм у нас 3 рубля. Выставляли на стол такую коробку и говорили, выбирай. На них никто не играл, их выпускали, собственно, не знаю там, но от них все плевались. Тогда все хотели там фирменный мудштук. У меня не было мудштука никакого, поэтому я купил ленинградский. Попробовал у него дудить, у меня не получилось. То есть, вот этот звук я извлечь не мог. У меня болело челюсть, он то крякал, то не крякал, то залипал, то все. Если внимательно посмотреть, кто помнит, как выглядит ленинградский мудштук, он был чуть больше. И как долго ты учился, чтобы он у тебя крякать? Чтобы он у меня начал крякать, я взял напильник в руки. Я взял в руки напильник и начал его точить. Я понимал, что вот эта часть у меня слишком плоская. И я когда в нее иду, я уже не помню, если площадка, к которой прикладывается трость, да, площадка, к которой прикладывается трость. У меня не получался звук. У меня не получался звук. Я думаю, почему не получается? Ну, потому что она прилипает ровно, я туда дую, а там, собственно, ничего не происходит. Бамбук. Ну, пусть там стоит, потом даже. Так вот, этот ленинградский мудштук я купил себе, он тогда судно, 30 копеек, 80 копеек стоил, не помню. Я купил себе, я не смог извлечь на нем звук, у меня не получилось. Я начал экспериментировать. Я взял напильник, ну, в армии что могло найти? Напильник, дрочевый, да. И начал вот эту площадку подравнивать под себя. Я ее немножечко закруглил, сначала сильно закруглил, приложил трость, так, вот, получается. Но чтобы извлечь звук, чтобы придавить мне эту трость, было очень тяжело. Естественно, начал стачивать дальше. То есть я вот этот угол для себя искал. Для себя искал. Я его нашел. Я его нашел, и я понял, что трости по номерам идут, там, один, два, три, то есть чем выше номер, тем жестче трость. У меня выбора широкого не было, поэтому я подгонял под те две трости, которые у меня были на тот момент. Вот, я подгонял, я подогнал, в принципе, и получилось, что я извлекаю звук. Я понял, в чем суть извлечения звука. То есть я разобрался, это, ну, как на уроке физики в школе, что, как происходит. Второе, на чем я сосредотачился, это действительно, что я делаю вот этой частью физиономии своей, для того, чтобы вот этот звук был устойчивым, ровным, насыщенным, звонким, таким вот, какой он должен быть. То есть, что я делаю, какую рожу я корчу, какими зубами я нажимаю, какими губами я нажимаю, то есть туда закатываю эту губу или меньше чуть-чуть, так мне больно, так мне неудобно. Но я добился того, что вот в этом положении я начал извлекать устойчивый, равномерный, достаточно продолжительный звук и мог его удерживать. Причем, на это у меня ушло, не знаю, наверное, ушла у меня неделя. Во-первых, потому что время было ограничено, не всегда я мог с утками, я не мог сидеть с этой дудкой и гудеть. Но урывками, где у меня была возможность, я вот этот Примас Вайл, наверное, за неделю я понял принцип и добился того, что звук у меня устойчивый, равномерный, четкий, ясный, лаконичный. Еще, наверное, с неделю я баловался с нюансами. То есть я уже попробовал прицепить дудку, к нему так погудеть, понял, что все поменялось. Как только прицепил дудку, все поменялось. Принципы остались те же, но нюансы изменились. И эти нюансы тоже нужно было вычислить экспериментальным путем. Что ты гудишь вот так, а что ты гудишь уже присоединенной дудкой. Они, минимальные нюансы, и ощущаются, они как раз-таки, опять же, на физиологическом вот этом уровне. То есть это было понятно вот этой челюстью. А, тут надо чуть-чуть придавить больше или чуть-чуть ослабить. Чуть-чуть больше звука дать или чуть-чуть воздуха меньше дать. Вот. И тогда звук этот выравнивается. Поэтому еще неделю я экспериментировал, прицепив, отцепив дудку. Прицепив, отцепив дудку. Параллельно, параллельно выясняя положение трости. Вот дай трость. Параллельно выясняя положение этой самой трости, опять же, ее нюанс. То есть ее можно, ее можно поставить ниже. То есть у трости рабочая край, то есть вот этот закругленный момент, это вот рабочая область трости. Вот. Ее можно поставить, и рабочая область здесь, на муштуке, аналогичная. Они совпадают. Если трости одной фирмы, они стандартизированы, я так полагаю, но у меня самодельный муштук, поэтому у меня тут не все совпадало. Можно поставить чуть ниже рабочей части, можно чуть выше. Вот этот вот маленький нюансик, он на многое влияет, от этого многое зависит. В каком-то случае звук, во-первых, меняется однозначно, во-вторых, легкость его извлечения тоже меняется, поэтому вот это положение чуть плюс наверх или чуть минус вниз, тоже нужно экспериментальным путем выяснять. И лучше всего это проверить, то есть когда ты уже привык, ты просто берешь S в челюсти своей, и ты языком на ощупь, в принципе, понимаешь, вот трость на том месте, вот в этом месте лучше всего получается. Или ты, хоп, взял так языком, приложил и понимаешь, нет, блин, что-то далеко трость, звук не будет. Попробовал? Да, действительно, выравнивается вот это вот. То есть еще неделю у меня ушла на выяснение вот этих вот деталей и нюансов после того, как я научился извлекать из нее равномерно устойчивый звук. Нудноватое занятие, оно скучное, понимаешь? Но, опять же говорю, пример, почему я говорю, за мою практику, было у меня четыре ученика. Ну, как ученика, то есть... Желающих, да, самостоятельно освоить саксофон. Первый бросил это дело сразу, когда я ему пояснил, что нужно делать. Да, прям сразу. Да, у него не получилось просто-напросто даже извлечь звук, усидчивости у него не было, но, видать, и желания не было. Второй. Сейчас поигрывает, кстати, по свадебкам. У него, он сам клавишник. Он сам клавишник, а дудочка у него, альтушечка, кстати. Так, как дополнительный инструмент, как украшение. Он и берет, там несложные вещички на ней играет. Без проблем, без вопросов. То есть тоже. Буквально через три месяца он уже первые пару композиций гудил там по свадьбе. Ну, у него узнали название, да? Клавишник, мы с училища у него. Он заканчивал, да, мы с училища. То есть для него там не проблема была. И он как раз и пришел ко мне. Ты, говорит, нота-то я знаю. Ты мне покажи, в чем тут суть. В чем тут соль. Но он шел. Я его заставил. Я говорю, блин, отложи дудку. Причем она два дня у меня тут стояла. А я ему только С-ку отдал. Говорю, иди, дуди. Когда это получится, придешь за дудкой. И у него получилось. И он потом согласился. Говорит, ты знаешь, да, наверное, если бы я сразу пробовал тут играть джаз на нем, я бы, наверное, плюнул и сказал, ну, нахрен, я на этом, на корге на своем включу с акса и сыграю. И плевать. А так, говорит, когда уже вот этот нюанс, когда у меня уже все, говорит, вот это получалось, я прицепил дудку и у меня, говорит, все остальное получилось почти само. Почти само. То есть, ну, немножко упражнялся там с аппликатурой, выяснил, что где какие. Ну, образование было. Сережка. Ну, я не знаю, он играет сейчас, мы давно не виделись. Ну, по крайней мере, саксофон он у себя оставил. Играл какое-то время для себя, там, для друзей. Сейчас не знаю, что там с ним. Вот. А четвертый парень поторопился. Говорит, так я уже пробовал это, у меня получается. Я говорю, ну, покажи. Ну, да, крякает он. Я говорю, я говорю, этого недостаточно. То, что у тебя получается извлечь звук, я тебе сейчас дам, на. На, попробуй. И ты крякнешь, дуй в нее хорошенько. Сейчас. Ну, давай, да не. Ну, прижми немножечко, накати губу и прижми чуть-чуть. И найди этот момент, когда она сделает кряк. О. Ну, видишь? И у тебя получается. Ну, да. Но, видишь, у тебя получилось не сразу. А задача-то стоит, как только ты взял в челюсти, как только ты в пасть, вот взял, ну, что... Знаете, как его прижать? Далеко, близко? Да. Да. И этот момент у тебя должен получаться автоматически. Ты взял саксофон, берешь его в пасть, и ты уже автоматически попадаешь. Тебе не нужно с инструментом сказать, не-не, вот сюда, вот сюда. Вот это нужно довести до автоматизма. И именно этот автоматизм возникает тогда, когда ты челюстной своей вот этой вот механизмом, на физиологическом... Мышечная память. Мышечная память. Мышечная память. Ты помнишь, как ты ставишь аккорд и глядя? Ну, да, да. То есть, условно говоря, ты же не думаешь, как там тебе нужно произнести слово «мама». Сначала тебе надо сказать «мэ», потом «а», ты сразу говоришь «мама». Вот, и челюсти твои помнят, как произносится слово «мама». Так и здесь. Нужно довести до автоматизма, чтобы вот этот звук извлекался сразу. По поводу этого звука два нюанса. Звук с атакой, звук без атаки. Музыкантов называется это так. То есть, звук с атакой, когда звук резко начинается, четко с четкого места, сразу громко, сразу выразительно звучит. Звук с атакой. Та. Ну, я называю так в речевом исполнении. Та. Та. Вот, звук Та. И звук без атаки. Звук фа. Фа. Понятно, да? То есть, разница здесь, собственно, небольшая. В атаковом звуке у тебя участвует язык в формировании воздушного потока. А в не атакованном звуке, звуке без атаки, ты просто выдыхаешь туда. Для того, чтобы с атакой сделать, ты должен сказать как бы типа Та. Или по ощущениям, знаешь, как будто соринку с языка сплевываешь. Вот так вот. Сейчас. Сейчас. Давай сюда. Прошло три месяца. Прошло три месяца, да. Давай сюда. Знаешь, почему не получается? Потому что ты... Я сейчас еще никакого не знаю. Ты, да. Ну, не, у тебя получилось вот это вот. Вот первый раз получил. Ты уже забыл как. Так вот, поэтому нужно сначала освоить вот этот момент, чтобы звук у тебя извлекался сразу. А потом ты добавляешь либо Та, либо Фа. Либо Та, либо Фа. Ну, и еще один момент, который нужно, пока занимаешься СССР, еще один момент. Нужно как бы научиться дозировать дыхание. То есть, правильно дышать. Ну, масса методик написано там в интернете. Сейчас же всего валом посмотреть. Там, как правильно дышать. Дыхать надо не в грудь, дыхать надо в живот. Обсаживать это все. Со временем получится. Пока ты осваиваешь звукоизвлечение, относительно дыхания должно быть следующее. То есть, ты должен короткий звук выдавать, четкий, яркий, лаконичный. И длинный. То есть, выдавать его как можно длиннее. В данном случае за дыханием стоит следить. Ну, посмотришь в интернете, как правильно дышать. Там, сексофонисту, как правильно духовики дышат. Но со временем оно само придет. То есть, певцов то же самое дыхание, нижнее, верхнее дыхание. То есть, на вот эту тему погугли, будешь понимать. Но в данном случае, это тренировка все-таки вот этого, опять же, лицевого аппарата мышечной памяти. То есть, короткий звук легко извлекся, хорошо, да, кряк и окрян. Но тебе надо еще и длинный держать. И мышцы эти будут напрягаться. Будет резать эту губу нижнюю какое-то время. Но со временем, опять же, на гитаре, когда учишься, тоже пальцы болят. А потом проходят, да, мозоли, потом проходят. Здесь аналогичная ситуация. Ты потом по тем же ощущениям поймешь, как тебе удобнее. То есть, вот звук так извлекается легче, а болит меньше. А вот так вот звук все-таки извлекается, но очень больно. Поищи нюанс. Глубже туда губу, ниже сюда, сильнее давить. Может, чуть выше поднимать, если чуть ниже. Обрати внимание, что вот некоторые саксофонисты, вот я так вот смотрю, там в видео играют. Он играет как-то так, боком. Вот он так держит. Ему так удобнее. Я не знаю почему, по какой причине. Ну вот у него смещен набок. Трубачи тоже смещают. Найди свое положение. Если у меня, допустим, тут все зубы, а у тебя нету зуба. Ну надо как-то будет искать, где он есть. Поэтому вот это положение найти. И как только вот у тебя устойчивый звук начал получаться. Вот так можешь баловаться себе. Твоя задача просто, чтобы ты научился на вот этой штуке, не знаю, крякать как утка, гудеть как паровоз там, звенеть там, не знаю, как что-нибудь там, как сигнализация. Чем больше нюансов ты освоишь вот с этой вот штуковиной, тем проще тебе потом будет с инструментом. Кто-то говорит, правильный звук должен быть на саксофоне. Я корнями согласен. То есть играет Кенни Джи, да, у него свой стиль, это профессиональный музыкант, все дела. Но вот этот рафинированный, яркий такой вот выразительный звук, на мой взгляд, это ограничение. Саксофон способен на большее. В принципе, даже какие-то слова, какие-то слоги можно на саксофоне произносить. Он для того и предназначен, чтобы музыкант пользовался всей палитрой возможностей издаваемых им звуков. Кто-то говорит, не надо сильно прижимать, звук получается зажатым. Да, звук получается зажатым, но в каком-то случае он и нужен зажатым. В каком-то нюансе, в каком-то произведении, если ты хочешь передать какую-то эмоцию, зажми этот звук, пусть он прозвучит зажатым, а потом раскрой его. Это, понимаешь, это нюанс у звука. Если тебе нужен ровный саксофоновый звук, вот такой вот рафинированный, стеклянный, звенящий, абсолютно, да на клавише, на синтезаторе его можно синтезировать и на нем играть. Он будет играть тебе ровными вот этими саксофоновыми звуками. А живой инструмент, живой, понимаешь, он разговаривает. Задача музыканта установить вот этот контакт с инструментом. И еще раз говорю, музыкант не тот, кто правильно нажимает кнопки, музыкант не тот, кто правильно играет ноты. Музыкант это тот, кто извлекает из инструмента то, что он хочет. Хороший музыкант, хороший музыкант, который нравится аудитории, обладает еще и определенным чувством гармонии. Он извлекает из инструмента то, что он хочет и то, что нравится большинству. То есть, звучит гармонично, никого не раздражает и никого не напрягает. Итак, для первого занятия, то есть, резюмируем. Резюмируем. У тебя есть слух, у тебя есть желание, амбиции ты отложил пока чуть дальше. От саксофона ты взял вот эту вот часть, вот эту вот часть, и в течение недели ты будешь с ней упражняться. Ты будешь с ней упражняться. Чтобы было легче, я пользуюсь иногда таким приемом, когда надо быстро приступить к игре. Быстро приступить к игре. Трость можно немножко намочить. В теплой водичке ее подержи, так пополоскай чуть-чуть, все. Она станет немного эластичнее и, наверное, будет проще. Опять же, если сразу все у тебя не получается, а тростей есть несколько, есть такая возможность, и трость очень жесткая, ты понимаешь, что тебе не удается прижать ее челюстью, прижать ее к штуку, чтобы извлечь этот звук. Можешь взять мелкую наждачку и испортить пару тростей. То есть, стачиваешь ее чуть-чуть, вот так вот, и прикладываешь, пробуешь. Стала она мягче. Она становится мягче и легче ее прижимать. То есть, для начала испортишь все равно, пару-тройку тростей ты испортишь, именно экспериментируй, пока найдешь баланс между тем и этим. Муштук не рекомендую трогать напильник, если он у тебя один. Но если есть запасной, то обязательно попробуй. Обязательно попробуй. Кстати, вот этот муштук, когда я с армии вернулся тоже и пошел уже к музыкантам, играющим. Он говорит, что у тебя за муштук? Я говорю, это ленинградский. Боже, что за убожество там, как-то это самое. А потом, я не знаю, какой был. Другого-то не было у меня. Я на этом вот как-то учился играть. Они пробовали, говорят, слушай, блин, прикольно. Ты, говорит, случайно попал туда, куда надо. Он в каких-то моментах, говорит, тяжеловат. В каких-то моментах он отрабатывает неправильно. Но у него диапазон эффектов. Диапазон вот этих звуков разных, понимаешь. От фафа до кракря. От глухого до звонкого. Ты, говорит, как-то умудрился туда попасть. Я очень сожалею, что сейчас он лопнул, вот этот муштук. И у меня уже стандартный муштук, то есть не самодельный. Я очень скучаю по вот этому муштуку. И именно по той палитре звука, которую он выдавал. Он лопнул уже, он изолентой замотан, все дела. Вот. Ну, не знаю, может, когда-нибудь я его восстановлю, если такое возможно. И снова к нему вернусь. Профессионалы сказали, говорит, ты случайно попал. Муштук очень хороший, позволяет тебе извлекать из саксофона большую палитру звуков, чем, скажем, там они есть металлические. Вот те, на мой взгляд, очень ограниченные. Или я, может, кривой музыкант. Но мне не понравилось на нем играть. Я предпочитаю вот такие пластиковые банитовые. Итак, у тебя есть инструмент. У тебя вот этот инструмент в руках. Твоя задача. Научиться извлекать из него звук легко и быстро. С первого раза. Короткий звук, длинный звук. Держать его как можно дольше. Держать его как можно дольше. И следить за тем, сколько воздуха у тебя уходит. Вот. Это атакованный был звук. Аналогичный звук, только без атаки, без использования языка. Вот. Когда это начнет получаться устойчиво, начинаешь баловаться с нюансами. Для чего? Для того, чтобы приучить лицевые мышцы автоматически находить то положение, в котором звук наиболее устойчив и наиболее ярк. Понял, да? То есть, неделю просто крякаешь, извращаешься вот с этой штукой. Есть еще как бы фишка. Здесь вот клапан есть. Октавный называется. В каких-то случаях он будет тебя сбивать. Ты укорачиваешь вот эту вот штуковину, он будет тебя сбивать. Опять же, пробуй затыкать здесь вот это вот отверстие. Он будет сбивать настройку вот эту вот. И тебе придется аппаратом челюстным снова ловить, чтобы удержать звук. Да. Вот это вот баловство, оно будет позволять тебе тренировать именно вот эту вот челюсть твою. Челюсть твою тренировать и затачивать ее под мышту. Ну, балуйся как хочешь. Задача твоя, чтобы именно звук у тебя получался вот отсюда вот. Любой, постоянный, в любой момент. Ухватил, сразу в него дунул. Сразу получил. Потом, да, как только освоился вот с этой вот штуковиной, у тебя все получается, можно будет присоединить инструмент. Нюансы изменятся. Нюансы изменятся. Но дальше уже пойдет проще. Ты не станешь возвращаться к звукоизвлечению. Оно у тебя уже будет худо-бедно поставлено. Ну, снова оговорюсь. Я не претендую на звание сенсея, там, мастера, там, по преподаванию саксофона. Но я учился сам. И я учился вот по этой своей собственной методике. Те, кто учится, кто занимается у педагога, у преподавателя, занимается, не знаю, там, вот. Мое видео рассматриваете исключительно в качестве ознакомительного. Потому что я могу во многом ошибаться. Но и будем говорить так, что мне дала эта методика, можно посмотреть здесь у меня на канале. То есть, что умею я. А учился я, вот, рассказал, как есть. Учился я вот именно так. Друзья, на этом пока. Закончим. Если будут вопросы, пишите в комментариях. По мере сил и возможностей постараюсь на их ответить. Счастливо.